И снова здравствуйте! Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами будем готовить крем-брюле. Это очень популярное сейчас блюдо, которое подается в ресторанах как десерт, и это профессиональный рецепт. Для этого рецепта нам понадобится 4 желтка и одно целое яйцо, 680 мл жирных сливок. Не берите обезжиренные, у вас ничего не получится. Нужно брать именно такие. 150 г сахара и 1 столовую ложку ванилина. У меня жидкий экстракт. Вбиваем 4 желтка. 4 желтка вбиты. Сейчас мы выбиваем целое яйцо. Для чего целое? Да чтобы наш десерт был не сильно жидкий. Белок, он загустит наш десерт. Яйца размешиваем. И сейчас добавляем к ним 150 г сахара. И опять же хорошо размешиваем. Отмеряем наши сливки. Должно быть 680 мл или 2,34 капы. Так, все, вот это количество нам нужно. Плитку ставим на средний огонь. И вливаем туда сливки. Затем добавляем в сливки наш ванилин. Столовую ложку. Хорошо перемешиваем. До кипения мы доводить не будем. Потому что сливки, они, как и молоко, они могут сбежать, могут пригореть. Мы должны их разогреть до очень горячего состояния. И сейчас мы будем вливать горячие сливки в наши холодные яйца с сахаром. И вливать горячие сливки. Ну, а теперь наливаем по клеманкам. А теперь смотрите. Когда вы будете подавать этот десерт, вы должны будете посыпать его сахаром, поджечь. И вам нужна идеально ровная поверхность. Видите, здесь пузырьки. Они не дадут вам эту поверхность. Что я делаю? Я беру бумажное полотенце и просто дотрагиваюсь до них. Вот так вот. Они исчезают. И так со всеми. Наша духовка согрелась до 325 градусов. И сейчас мы должны поставить наш крем-брюле в эту духовку. До того мы должны налить в наш противень воды, я лью горячую из чайника, где-то до половины наших креманок. До половины высоты наших креманок. А у меня как раз чайник ушел. Ставим все это в духовку. На 30 минут. 30 минут прошло и наш крем готов. Сейчас мы будем вытаскивать его. Наш десерт готов. И сейчас он должен отстояться где-то часа 4, чтобы он как следует загустел и охладился. 4 часа прошло, а у вас 1 секунда. Я думаю, наш крем остыл. Давайте попробуем. Да. Он достаточно остыл. И мы сейчас его будем прижигать сахаром. Я ставила наверх-низ в духовке, потому как я люблю немножко прижаренное. Кто хочет получить светлый крем, ставьте просто в духовку без верха-низа. Итак, присыпаем немножко сахарком. Вот так вот. И... И поджигаем его. Нам нужно получить такую приятную коричневую корочку. Не черную, а коричневую. Еще присыпаем сахарком. Надо, чтобы она была такая плотненькая и не единым монолитом. Все, жареным сахаром запахло. Эту операцию вы должны проделать перед подачей на стол. Перед тем, как гости пришли. Вот так вот. Ну и дадим минутку остыть этому сахару. И попробуем. Минута прошла. И оно уже довольно-таки твердое. Итак, пробуем. Окей. Это то, что я добивалась. Отлично. Отлично. Очень твердая корочка. И мягкая внутри. Итак, пробуем. Это правда вкусно. Всем советую. Ну а с вами я прощаюсь. Всего доброго. Всем хорошего настроения. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И до встречи на новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok